Здравствуйте! У нас прохладный осенний денёчек. Солнышко показывается редко, да и неудивительно. Вчера уехали Ник и Артём, две рабочие, чуть раньше, чем они, поскольку завершили первый этап своей работы. И, естественно, как должно это быть, увезли с собой хорошую погоду. Впрочем, да и не такое жаловаться не стоит. В такие дни всё более интенсивно передвигаешься по лесу и по возвращению сокращаешься с лопатой. Тут уж точно не замёрзнешь. Но, как происходил отъезд и как мы с Никой любовались на то, что возникло у неё на участке, я сейчас расскажу и покажу естественно. Ну вот, сборок дорожку уже начались. А, машинка... Да ладно! Добро пропадает. Это называется устранить бесхозяйственность. Слушай, как мне нравится окрас машинки после вчерашней поездки по полям и весям. Ну, я бы не видела её после, там, не знаю, водопадов. А я бы и мыть не стала. Настолько импозантно смотрится. В Москве за этаж тиховать нет. За святую смоленскую грязь. Это кощунство. Ну, пойдём поглядим, что там наворочено. Я, вообще-то, заходила. Ну, мне понравилось. Вот любопытно, что мотор упасался, насколько это можно будет применить в хозяйстве. Ну, ладно. Дойдём, посмотрим. Калитка у нас в ней запирается. Заходи, кто хочешь. Но в любой момент могу возникнуть и айпоне. Так, слушай, а брус мы будем накрывать или как? Пусть я проветриваю. Не знаю, меня сначала страшила вот эта вот разнокалиберность высоты. Но сейчас... Слушай, а они вот эту палку-крутилку-то свою оставили? Нет, где тут ещё? Не знаю, но, может, не нужна. Как-то не нужна. Так, вот это вот обрезки, которые не нужны, да? Я просто... Видимо, там ещё есть. Ну, надо посмотреть. Я почему интересуюсь? Мне надо менять ворота около понти. Поэтому вот такие вот штуковины мне подойдут. Ну, желательно, конечно, подлиннее. Пойдём поглядим. Ну, вот, ребята использовали пескосмесь. Все пакетики спалили и правильно сделали. Тропа протоптана. Просто мимоверно как. О, сколько материала. Так, выходи, пап. Так, эти доски больше не нужны. Их нужно убирать, да? Ну, так-то да. Вот она. Основа будущего дома. Да, блин, новая технология. Что-то меня там не знаком только леночный фундамент. Слушай, а что они вон там не доварили? Нет. А вон он, сзади. Они всё доварили и даже всё отбилили. А почему там всё идёт на косяк? Ну, не на косяк, оно расширяется. Я только не знаю, что они вон тот кусок не отбилили. Нет, я говорю тебе вот про это. Тут диагональные какие-то пошли. Ну, возможно, из-за того, что высота вот этой сваи гораздо выше. Ну, они её вот так по диагонали делали. А вот с этой стороны не стали, видишь. Треугольник самая жёсткая фигура, поэтому, вероятно, так... Ты представляешь, что-то вот здесь вот терраса будет на такой высоте. Меня больше всего с террасы интересует вид на закат. То есть ты будешь в террасе смотреть, и забор не... не будет мешать обзору. Замечательно. Да, это будет великолепная панорама. Нет, аккуратненько всё сделали. Надо вот то, что они забыли. Вон, торчите. Чего там торчит? Они ничего не могли забыть. Нет, вон, видишь, край торчит неприваренный, который просто её отпилить, это будет лишняя палка. Я тебя умоляю. Вот. По-моему, они всё сделали так, как надо. Нет, вот она бесполезно торчит вон там. А Артёму пригодится на этот материал. Разберутся. Кто? А, всё, поняла, о чём ты говоришь. А Артёмка собирается на прицеп сделать конструкцию, чтобы его цеплять. И ему вот этот вот... Профиль просто необходим. А, на квадроцикл? Тележка для квадроцикла в лес за дровами. Ой, я перестану таскать брёвна на спине. Какая прелесть. Карри. Порадуйся змея. Ну что? Большой дымка-то получается. Да пикет. Ну вот, теперь будем дожидаться славку с бригадой. И ребят, когда они будут прокапать всё до колодца и под кабель. Да, нас ждут великие дела и всё как обычно. Ну быстро они сделали ручную? Три дня. Всего три дня. Они же приехали в субботу, правда, прямо рано с утра начали работать. Угу. А мне, ты представляешь, мне даже славки пришло звонить в автолавку, потому что я им объяснила, что у нас нет магазина, и им можно затариться только дважды в неделю. Угу. Так вот, как раз, когда ганец собирался, славка уже уезжала, и я бежала в лес. Мне пришлось ему звонить и отсюда, и говорить, что надо немножко подождать. Ага. Ну, слава богу, ребята всё успели. Вы догоняли, да? Да. Да. Теплую погоду. Да, вы увозите в тёплую погоду. Поднимается ветер, облака. Надо спилить вот эту штуку ещё. Ты имеешь в виду ракиту? Да, надо спилить, потому что ракиты очень быстро гниют, очень быстро падают. И берёзка выпрямится. Берёзка выпрямится, но надо, возможно, убрать хотя бы вот эту левую стену. Не, надо всё спилить, оставить эту рагулину такую и... Завить её виноградом. Не знаю, чем... Как обычно. Но можно очень не так называть. А ведь тут когда-нибудь возникнет водоём. Лотоса сажать не собираешься? Лотоса не будем, а вот всякие пушинки с этого вреда. И как всегда, как это принято в окрестностях, выпустишь зеркальных карпов? Кои. Золотых. А почему бы и нет? На зиму только туда идёшь. Закопаются. Чего-чего, а Ила тут явно будет навалом. Эх. Какие перспективы открываются? А ещё ружьё куплю себе. Зачем тебе ружьё? Ну, зима. Ты же девочка. Чё? Купи танк. Танк дорого. И топлива много-много. И чё ты будешь делать с ружьём? Ну, вот Артём поедет куда-нибудь зимой. Я тут одна сижу, а забора нет. Так я же и рядом. Ничего. Я тебя умоляю. Будешь плять, чтобы ты услышала? Нет, достаточно позвонить, и мы с Пони зайдём. Никому мало не покажется. Ну, как ты, чтобы у вас не ничего, да? Да они настолько всё вытопили, что я думаю, тут можно будет спокойно и беспокойно обойтись. А, я бы не достали. Вот смотри. Мне кажется, их надо выкопать вот сюда, переселить. Вот эту забору. И на вот эти три можно привить разные три веточки. Яблоник, который тебе очень нравится. Да. Не знаю, я несколько раз пыталась прививать, у меня, честно говоря, ничего не получилось. Ну, может быть, у тебя лёгкая рука и всё выйдет. Я умею хорошо сажать, потому что сажаю обычно на их сапарбхэль. Слушай, всё время говорила сапарбхэль. В этом слышится что-то благородное испанское. Ну, оказывается, правильно, сапарбхэль. И у меня никак не поворачивается язык выговорить ремонтантная. Я всё время говорю ремонтанная. Эх! Ведь надо же уметь правильно изъясняться и соответствовать. Ну, а что ты хотела? Они эти трубы таскали, не знаю как. А, она из одного ствола. Слушай, наверное, её надо будет вообще отпилить до конца, чтобы она не мешала расти. И вообще здесь проредить. То есть надо ставить вот самые мощные берёзы, а мелкие вокруг ветка убрать или всё равно погибли. Вот. Ну, ты понимаешь, в чём дело? Если ты будешь выкапывать эти мелкие берёзы, ну, вон тут ещё реальные. Вон ту можно. А, иначе, мы просто повредим корневую систему основных. Так, ну, металла осталось, конечно. Огромная кучка. Вот эту, ну, она всё как бы. Её надо под низ. Вон ту оставить. Приедешь после рептилиума и разберёшь со всем. Как раз то самое время, когда надо будет обрезать растения. Ох, сколько мне ещё на участке вырезать предстоит. Это, видите, обломанные яблони и ветки крону уменьшать. Так, я ещё внимательно не взглянула вот на эту кучку. Чё-то, ребята, тут дисками разбегались. Ладно. Сейчас приборку проводить просто неуместно. Так, откуда пиво бочковое взялось? Да, железячка зря. Надо будет всё это отсортировать, и по-любому всё в хозяйстве пригодится. Кстати, ты знаешь, а мелкие обрубки могут пригодиться для альпийской горки, которую ты собираешься делать. В них можно сажать растения? Ну, не знаю. Металл так тратить. Вообще, в данной местности принято металл сдавать и получать за это большие деньги. Так, мне надо торопиться к печке её закрывать и ставить оставшиеся для сушки горибы. Ну, Ника, вероятно, ещё немножко пошурует на собственном участке. Хозяюшка! Блин, как же всё это приятно. Ну, ладно, пойду займусь. Ну, вот, перед отъездом ко мне занесли в комнату лучика, чтобы заклеить дырку, которую он проклевал по дороге. Где-то в недрах коробки стоится малявка. Нет, жалко, что мы с ними пообщались. Попробуй камерой туда попасть. Ну, вот, буду я маленькую ещё вспышку мучить. Затаился. Ну, вон она уже, ещё раз так. Чёрная дыра. Куда? Куда надо нажимать? Ну, вон она, сидит. Он шуршит. Собежал уже. Затаился. Эх, так мы не общались в этот раз. Ну, не хочет она общаться. Как убрать вспышку? Нажать? Пышку нажать. Ну, вот, перед ней пульс с пышкой. Да. Коробка вместо лучика. Ну, ты чё, дырку будешь залеплять? Ну, да. Слушай, а что мне так мутно всё смотрится на камере? Фокус включи. Ну, вот. Половина съёмки испорчена. Нет, там было нормально. Нет, его не видно. Луч, мы так с тобой не пообщались. И ты снова уезжаешь в Москву. Он будет счастлив. По ёлке соскучился. Нет. Кошмарить с плюшиком поскорился. Слушай, а как там мурлок поживает? Да нормально. Довольный кот. Интересно, насколько он будет доволен, когда переместиться в деревню жить. Ну, он тот участок очень любил, когда мы по повине ходили пулять. Он там был запустой. Вот, я тебе вот так вот делаю. Ну, вот я обычно тоже так делала. Один раз потеряла, потому что не могла найти. Мне надо посылки запаковывать. А, эти горечные проводы. Причём ребята увозят хорошую погоду. С завтрашнего дня начинается похолодание. 12 градусов днём. 4 или даже меньше ночью. Всё, кончается бабе лето. Ну, что ж, посмотрим, что состоится дальше. Их надо в Крым взять? Да. Их надо взять в Крым. Они ещё натопают бы огромный километраж. Как всё гармонирует по цвету. Это мокрые берцы, в которых не кашлялась по лесу. А машинка уже на порах. Ну, что ж, надо провожаться. Нет, очередной визит состоится не скоро. Но, как кто-то говорил, на стриме я буду стянать и рыдать. Вовсе нет. У меня громадный диапазон для действий. Надо перекапывать огород, пересаживать цветы, бегать по лесу. И вообще надо жить дальше. Но, к тому же, в четверг приедут рабочие и начнут копать траншеи под кабель и колодезные шланги. А кому-то предстоит новое путешествие. И не только в Москву. Впереди ещё и рептилиум. А вот ближе к октябрю, когда начнётся конкретная стройка, уже в крученных сваях, вот тогда начнётся самое большое действие. Так, собираем последние шмуточки и собираемся уезжать. Это печально, конечно, но а что поделаешь? Это жизнь. И вот оно, момент отъезда. Загружается народ. Нет, он фотографирует на память. Я всё время в балде. В схватке телефонов. Ладно, я перемещаюсь на то место, где меня не задавят. Ах, Ника долго фотографировала вот эту панораму. Осенняя дорога и заходящее солнце. Да, теперь уже не скоро. Ну ничего, свидимся. Как же мы классно на этой машинке покатались по нашим деревенским макабам. По полям и по рекам. Пока. Ну что ж, ещё некоторое время ожидания, а потом всё опять будет хорошо. Да и так всё будет хорошо. Всем добра и удачи. До свидания. А я остаюсь здесь. Потому что лучшего места я не знаю. Здоровья и удачи.